здравствуйте друзья сегодня снова у нас жаркая погода наконец наступило лето очень жаркое хорошее замечательное лето отдел вчера съездил косилку на трактор пригнал трактор отдел косилку и съездил вечером в огороде там трава была не скошена и скосил несколько там соток хотел сегодня ехать честно признаюсь косить посмотрел прогноз погоды он кстати сейчас у вас выйдет на экранах вот такой прогноз погоды у нас передали сегодня у нас понедельник 15 число 15 июля девятнадцатого года на четверг вот видно что есть капельки дождя я что-то подумал подумал гарни не буду пока косить не буду косить потому что мало ли чё вдруг дождь пойдет один потом второй и пойдет пойдет и будет затяжная затяжные дожди и это все сгниет короче пока подожду до четверга покос пока откладывается но и по прогнозу смотрели по интернету и по телевизору вроде как там на урале идут дожди значит они к нам должны прийти через несколько дней поэтому покос пока что откладывается это во первых во вторых ко мне поступил я выпустил видео там обзор солнцестояния программа вечерняя первая вторая часть будут там еще видео выходить там ночная программа там когда костер зажигали венки пускали все это постепенно выйдет постепенно в течение лета наверное поступил комментарий такой вот комментарий кстати тоже у вас вот сейчас всплывает на экранах комментарии вот интересно такой комментарий и что если всем объединиться в колхозы совхозы все бы работали на земле и ну и та-та-та-та-та подальше и все далее такой вот что я думаю по этому поводу колхозы совхозы колхозы совхозы накрываю чтобы трактор не выгорал так на солнышке ой друзья мои можно ли совхозы колхозы сейчас организовать теоретически возможно а практически я думаю уже невозможно потому что люди уже другие времена нравы уже не те сейчас есть такое понятие как несколько некоторое время назад прозвучало как самозанятые организовывай какое-то свое хозяйство какое-то свое дело бери развивай работой плати налоги работай сам на себя нанимай людей так что вот так вот я думаю что вот время сейчас будет какое-то каждому времени каждому времени свои правила свои какие-то приоритеты было советское государство были колхозы совхозы сейчас пожалуйста вот ну кто хочет организоваться в крестьянское фермерское хозяйство или в лпх тот организовывается в какие-то товарищества кооперативы по совместной какой-то той же обработке земли какого-то производства какого-то ремесла так что вот так вот так что что сказать у каждого времени свои правила своя свое каждое время несет свое какое-то вот это своих героев которые в данный момент вот они выстраивают вот это все строй вот эти какие-то вещи или к примеру вот такой простой пример даже смотрю блогеров которые занимаются перепродажа автомобилей покупают автомобиль старенькие там за 50 и 60 100 120 200 под шаманит мало-мало подделали раз чик спихнули простой пример самый занятый и человек зарабатывает за день-два-три за неделю там от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей просто там купил перепродал минимум оборудование там подшаманил подварил покрасил переварил что-то сделал вот вот такой пример и сейчас если вернуться в тот старый советский строй то как это как этих людей раньше называли там барыги какие-то не еще перепродажи скупщики кто там еще там были всякие разные разные слова такие хотя вот они работают живут живут на эти деньги развивают снимают в ролике свои также блогеры есть перекупы которые снимают показывают как это жить можно пожалуйста такой вот мой рассказ конечно же может быть было бы конечно хорошо но у нас нет в данный момент рабочих а кто-то скажет а вот сейчас люди поедут в создаст создадутся условия но я только буду рад если люди поедут будут селиться на земле будут строиться будут работать конечно же это хорошо кто это отрицает но как вот заинтересовать людей переманить их из города сюда в село в деревню это уж другой вопрос но что касается что было бы всем хорошо то я считаю что человек должен заниматься своим любимым делом то что который приносит ему работу от которого человек просто напросто кайфует радуется там получает да еще к тому же получает за это денежные средства там то что которые приносит ему человек работает приносит получает от работы свои удовольствия еще и получает денежную компенсацию вот за то что он работает деньги так называемые так что я думаю что нужно стремиться к этому выбирать работу по себе ну заниматься тем к чему лежит душа но лежит душа там к одному занятию ремеслу занимаясь этим лежит к этому занимаясь этим так что вот так вот свобода выбора свобода такая вот свобода свобода а и когда будет человек заниматься тем что ему нравится я думаю что он будет счастлив счастлив и не важно там работаешь колхозе совхозе или там или просто там живешь на земле или шишки тебя же собираешь там леса садишь не важно чем заниматься главное чтобы получить от этого кайф от работы вот так вот вот такое моё моё окончательное решение ну а что думаете вы интересно мне узнать ваше мнение уважаемые зрители то прошу пожалуйста напишите в комментариях прав я или не прав возможно я упустил какие-то интересные моменты с вашей точки зрения может быть вы хотите дополнить вот это все мой рассказ чем-то своим каким-то ну все на этом пока пишите комментарии подписывайтесь на канал и удачи